На урочистом открытии 41-го областного взлета конкурса от рада уенных инспекторов дорожного руху 26 команд. Оси переможцы районных с поборництву и представники браншины. Гэтая команда выступает паза конкурсам. Ровно про сутки тут же пройдет церемония закрытия взлету. Менавито тады и станет заразумело, ци захавая статус лепшей, рычицкая команда, якая перемагает областным конкурсе уже некальки годов запар. В уголе у этого конкурса некальки головных задач. От пропаганды здорового ладу життя до профилактики дитячого дорожно-транспортного травматизму. У гэтым годзе суделам дятей уже отбылось 8 здареньев, подчас яких 9 неполнолетних отримали травмы. Статистика минулого года больше сумная. В 2017 году на дорогах Гомельской области погибло 5 детей. Конечно же, наша цель – не допустить гибели и травмирования ни одного ребенка. Поэтому этот вопрос будет актуален ежегодно. В основном отслеживаются дорожно-транспортные происшествия по вине взрослых. Но и, к сожалению, и дети не соблюдают у нас правила дорожного движения. На протягу двух дзен удельникам конкурсу юных инспекторов дорожного руху необходимо принять удел у шести конкурсах. Самый первый – теоретичный экзамен на ведение правил дорожного руху. Для удельников в возрастовой категоре от 10 до 12 годов на 10 пытаний отводится 15 хвилин. Але першый лист с заполненными отказами сдается усяго прас полторы хвилины. Слабых команд на областном взлете конкурсе сдается у вогулиняма. На проконце месяца трапить на республиканский финал в Бресте жадают усе. Урешті на подрыхтовку затрачена вельми шмат сил и часу, хоть отриманные навыки лишними не будуць у любым выпадку. Штогод колькастя автомашин на улицах Гомельщины повеличивается недзина 5%. Ситуация на дорогах становится усе більш складанной. При гэтым основными порушальниками правилов все не з'являются дорослые. Яны и ходка сперевышают, и пешаходов не пропускают, и дитячые утрымливаючые пристасаванні не заусюды выкористовують. У таких умовах на подрыхтованных дятей особливые надеи. Выпадки, коли школьники навучают правилам дорожного руху своих батьков, выключением уже не з'являются. Самым главным не только является обучить наших всех детей, но и подготовить таких ребят, которые смогут в дальнейшем обучать своих сверстников. И вот одними из таких ребят являются дети, которые посещают объединение по интересам юные инспектора дорожного движения. Ребята в составе объединения по интересам выступают перед своими сверстниками, перед младшими классами, выступают на родительских собраниях, даже перед родителями. Потому что мы видим, что сегодня далеко не всегда наши даже родители знают, как правильно себя вести на дороге. И дети в этом нам помогают.